опять яйцо смотрите на этот раз одно распушились чубчики красивые какие было у нас минус 11 немножко подмерз гребешок смотрите видите но это не страшно если гребешок не почернел это все отойдет вот такой петуха гребешок после мороза ну и как вы догадались в курятнике нет снега его нет у нас нигде а мороз есть естественно я еду поить птицу несмотря на то что можно было еще не приезжать но как вы догадываетесь я несу курочкам воду так идите пейте вот так вот вот такой ажиотаж потому что естественно воды у них уже не было я оставляла этим курочкам внутри курятника ведро с водой они его пили один день все хорошо у них вода была причем не замерзшая вода внутри курятника вода была хорошая но естественно она закончилась вот и поэтому все у меня рассчитано это для я рассказываю для тех кто не знает куры у меня живут на даче сами я приезжаю к ним раз в несколько дней но бывают такие экстренные случаи когда снега нет а вы знаете что в вольере вся вода превращается вот такой лед вот лед видите и когда зимой мороз на улице если это зима снежная нет вопросов курочка кушает вместо воды снег а вот такая ситуация когда снега нет мне приходится приезжать гораздо чаще такое бывает не всегда зимой это бывает ну два-три раза максимум вот такая у нас сейчас зима январь поэтому я приехала и пою всю свою птицу и естественно показываю это вам чтобы вы знали какие могут быть случаи при содержании кур на даче без хозяина вот естественно мне пришлось приехать пораньше хоть и яичек я соберу меньше но не страшно такие периоды нужно перетерпеть ну и конечно же всем остальным срочно даю воду не переживайте ну и так как я здесь оставляла этим молотком воду вот здесь в углу два ведра одно ведро было все отлично а второе они естественно перевернули несмотря на то что оно стояло там в углу они его перевернули и теперь знаете что я все-таки всю эту подстилку хочу поменять мало того что перевернулось здесь ведро и здесь вытекло ну может быть четверть ведра воды и теперь в курятнике у нас сыра и мне такое не нравится и вот такая вот грязь это конечно же и помет и солома поэтому все это я сейчас быстренько быстренько почищу у меня есть солома почему бы не поменять не сделать тут красиво и сегодня немножко времени у меня есть побольше поэтому сейчас это все я вычищаю вот а здесь вот видите как грязно мокро такое мне не подходит в курятнике да петя будем наводить порядок все принимаемся за работу чистка курятника у меня организована таким методом что мне это не составляет труда вот такая тачка удобная которая заезжает любой отсек лопата очень удобно с коротким черенком именно почему с коротким есть у меня с длинным неудобно коротенький черенок она везде там разворачивается поворачивается и все я в эту тачку все сгружаю и очень это быстро и не составляет труда нагружаю полную тачку и вывожу на огород и потом урожай будет супер помет куриный все таки решила я почистить зачем моя курица должна сидеть на вот такой грязи тепло подстилка дает отлично но если она сухая подстилка с пометом да она пару градусов нам мороз дает но кстати у нас прогнозируют потепление поэтому мне держаться этой подстилки сейчас пока что не нужно и я приняла такое решение ее убрать хотя зимой я подстилку если вы знаете не убираю все очищу и застилаю чистую половину вычистила это прошла буквально одна минута и немножечко подглядываю в гнезда и решила все таки вам показать красота и конечно же приду с вами собирать смотрите смотрите какая красотища смотрите умницы практически во все гнезда положили они яйца молодцы это мои помощники помогают мне убирать все но я продолжаю вычищаю и решила отодвинуть кормушку за кормушкой тоже вычистить и вспоминаю комментарии мне написал кто-то что у вас под кормушкой лежало яйцо и вы его не заметили но я его прошлый раз искала и не нашла я вам показывала что под кормушками лазила искала видите какая раззява вот спасибо мне писали кто-то очень внимательный заметил под кормушкой яйцо а я даже не заметил отодвигая кормушки вот так вот наводя порядке можно еще кое-что найти вот такое яйцо так положу его пока в гнездо а потом когда буду собирать уже все заберу вместе молодцы вы внимательные зрители у меня очень внимательные ну и вот такая красота теперь получилось курятники все чисто вот такая красота и чистота и теперь так вы уже разгребли все и теперь я застилаю сухую чистую и теплую подстилку она очень очень классная вот так все сейчас застилаю и потом вам покажу хорошо застилаю толстым слоем под гнездами потому что куры очень любят сидеть под гнездами и чтобы они не сидели на холодном кафельном полу я застилаю всегда побольше и пока я застилаю курятник мне пришла в голову очень хорошая идея они пересадить ли мне сегодня под шумок цыплят которые находятся за стенкой 4 цыпленка они уже вот-вот начинать должны нестись и это будет кстати потому что когда я застилю новую подстилку курочки все будут заняты подстилкой и колосками им некогда будет придираться к новым курочкам и переселение пройдет более или менее травматично потому что вы знаете прекрасно что куры это такая птица которая переселение новых подселения очень воспринимает по-боевому поэтому вот так вот все будут заниматься подстилкой и не будут обижать новых цыплят вот такая мне пришла идея в голову так что я сейчас быстренько застилаю и мы с вами перенесем цыплят в этот вольер ну вот и смотрите конечно же так гораздо лучше вот такая красота пахнет свежестью летом травой и сухо самое главное сухо вот так вот если ведро с водой перевернулась ничего страшного можно это все исправить конечно самое главное чтобы было в наличии солома все теперь я бегу за цыплятами пока все шуршат пока все заняты надо пользоваться случаем чтобы они не заметили что к ним будет подселение курочек молодок они у меня самые маленькие самый последний вывод был под квочкой 4 цыпленка там 2 араукана и 2 цыпленка которые поместные с амерауканом вот поедете в новый дом попробуем конечно переселять цыплят лучше на ночь но у меня нет такой возможности ну что поедем все таки мне жалко что они здесь сидят им хочется и побегать и на улицу не должны так курочки жить как у меня здесь они живут вот смотрите это арауканы вывели с моих яиц инкубационных моих арауканов и получился петушок курочка вот такая это декоративная порода такая они очень красивые без хвостиков это у них генетически хвостика нету вот они симпатичные вот такие давайте выйдем на улицу вот такие красавчики это петушок араукана видно хорошо у него гребешок а это курочка вот ну что поедем к цыплятам там вам будет лучше на улице погуляйте они света белого не видели с детства это вывелись арауканы с моего инкубационного яйца от моих вот живут у меня араукана там в домике петушок и курочка все идемте 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 пока тут все заняты все вот так вот под шумок пока все заняты под шумок пока все заняты подстилкой я заношу их главное чтобы не били петушка потому что петушок все-таки новенький с петушками курочки то не страшно вот так вот красота красота вам не не драться все петух увидел курочек новых ему тоже это интересно знакомство смотрите у меня получились от скрещивания моих курочек петухов а мераукана по идее у них должно быть оливковое яйцо вот такие получились красавчики все идемте ну что смотрите где все мои яйца смотрите вот вот где все яйца выносятся с курятника через вольер все это выносится в пасти и тут кушается и тут уже съедает вкусные куриные яйца а я здесь зимой особо не хожу и даже этого и не видела а я думаю чего это я приехала зову его кис-кис а его нету а он бежал именно вот отсюда бежал чтобы немного отвлечь кур от теплого приема чтобы они не сильно били новых цыплят я решила принести размоченный хлеб отвлечь их немножко вот такое вот такое идите кушать хлеб идите не бейте идите защитники ты смотри какие нападаете на маленьких идите хлеб кушайте молча чтобы отвлеклись немножко от теплого приема цыплят дайте я дам цыплятам не подпустите нет идет смотрите какой смелый идиот смелая идите я вам дам здесь на те на те вам идите кушать идите у вас не пустят кушайте 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 Продолжение следует... Еще булочки. Нате вам еще булочки. Нате. Ешьте. Надо привыкать, потому что там они сидят, им там плохо. У нас сейчас выключают электричество очень часто и на очень долго. И там у них очень темно и плохо. Здесь они смогут выйти на улицу, погулять на улице на свежем воздухе. И эта следующая неделя у нас будет очень теплая погода. И плюс восемь будет, и плюс десять. Поэтому здесь им будет гораздо лучше. Ну, конечно, нужно немножко привыкнуть к коллективу. Никого не бей, понял? Бить никого не надо. Ты хороший петушок. Такой. Да, ты хозяин. Это мы смотрим на цыплят. Вот так вот. Ты же послушный. Не надо курочек трогать и петушка. Хорошо? Ну, доедайте хлеб. Доедайте. Все, уже наелись? Ну, иди. Не трогай никого. Хорошо? Все, иди. Ты не будешь никого трогать? Пошел ухаживать за курочками. Старые курочки увидели, что молоткам я дала хлеб. Поэтому даю и им. Тоже даю хлеб размоченный. Все, идите кушать. Цыпа, 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 цыпа. Ну, смотрите. Сидят в разных вольерах. И все равно какие-то претензии друг к другу. Курица и петух. Ну, иди там. Сухари прозеваешь. Давай. Бегом, 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 бегом. Давай, давай, давай. Цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып. Цып-цып-цып-цып-цып. На, Марусь, на. На, ешь. Забрали у Маруси. Давайте Маруся дадим. Булочку у меня Маруся любит. Маруся любит булочку. Идем, идем, Марусь. Марусь, на. На. Маруся любит булочку. Я ей всегда даю беленький хлебушек. Ой, вкусно, да? Курочки не дают. Жадины. Только яйца дают. А Марс не церемонится. Отобрал кусок хлеба. И вперед. Это при том, что у него полная миска корма. Не думайте, что у него нет еды. У него куча еды. Так, ну и осталось нам хлеб дать маранам и шелковым. И арауканам. Ну и, конечно же, моим красавцам. Идем, 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 я дам. Идем, идем. Пойдемте. Идите булочку кушать, идите. Прямо на ухо кучишь. Ухо кушать, двигаться. Прямо на ухо. Ухо кушать. Ухо кушать. Ухо кушать. Ухо кушать. а вы чего выстроились у вас тоже есть хлеб у соседа вкуснее видите как а 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 и и и а и слышите давайте пойдем посмотрим какая это курочка снеслась смотрите это вот такая курочка снеслась ну да ей тоже пора нестись новенькие сидят уже никто их не трогает смотрите они кучки сидят так а что ж ты снесла нам а ну давай посмотрим или только идешь нестись смотрите она сейчас будет мстись молодец вот так для этого я кладу поклад чтобы курочка видела ага тут лежат яйца значит нужно сюда садиться и нестись так ну придем попозже посмотрим что она нам снесет какое яйцо все электричество у нас сейчас нет был включен генератор и наверное в генераторе закончился бензин потух и этот цвет ну пока я работаю в курятнике мне пока светло тут все все видно курочку оставим в покое а придем посмотрим какое яйцо она несет но я подозреваю что вот это все которые лежали яйца это возможно какое-то из них ее все а я по соседству чищу соседний отсек решила почему бы и старым курочкам не почистить не навести красоту у молодых будет красиво и у старых тоже все почистила видели кто лазит в гнездах и вот так как я почистила все здесь вы видите плитка вся сухая здесь все сухо нормально но уже за компанию решила что и старым курочкам тоже не мешало бы навести чистоту потом весной будет просто легче чистить меньше слой подстилки будет думаю что следующий раз я уже буду чистить аж весной иду за соломой и буду застилать срочно эту плитку потому что все таки она холодная насест можно уже занести поставить пусть уже стоит а солому сейчас я принесу давайте проверим как тут дела так тишина видите пока я застилала подстилку в соседнем больнице смотрите семейка сидит привыкают больше их никто не трогает так что здесь здесь курочка еще сидит как царевна сидит да красота какая как царевна на троне все видно есть высока молодец так курятники порядок навела все чисто сухо красиво осталось не только насыпать в кормушки еды вернее подсыпать потому что смотрите я вам сейчас покажу видите кормушка практически почти полная на мой приезд но я все равно добавляю потому что рисковать я не хочу у нас сейчас такое время что возможно не будет возможности приехать не дай бог пусть будет больше еды вот так все и еще мне надо наполнить стену бункерная кормушка для стену отлично работает и еще мне добавить нужно и все и и что я еще придумала я скорее всего вот отодвину эти две кормушки у меня бункерная кормушка для кормовой ракушки видите это ракушка кормовая она должна всегда присутствовать у кур и кормушка для зерносмеси я их отодвину и поставлю между ними ведро с водой и они его не перекинут оно будет здесь все время стоять и хорошо прижатая двумя кормушками вот так вот я оставлю им в этот раз воду и молотком принесла зерносмесь но здесь смотрите еще есть еще есть но все равно я наполняю полное и смотрите наш петух зовет курицу нестись ты давай в гнездо зови видите как петух учит курицу нестись послушайте слышите это он зовет курочку чтобы она снесла туда яйцо петя ты не знаешь что у нас гнезда есть петь а потом там куры несут яйца вот так вот петух учит кур нестись самое главное что моих цыплят никто не бьет и не обижает вот это меня радует все насыпаю сюда зерно удобнее всего перемешивать конечно в бункерной кормушке в бедре неудобно что-то мне подсказывает что эта курочка уже снеслась точно вот молодец а ну-ка давайте зайдем посмотрим что же она снесла смотрите да такое же розовое яйцо так вот скорее всего это это тепленькое а ну-ка холодное это вообще резиновое это прохладное вот это яйцо самое-самое горячее из всех вот ну вот и смотрите одно это поклад и 4 яйца в этом гнезде как на выставке все класс пусть пока лежат схожу за ведром и мы все яйца соберем ну и покажу вам как у меня получилось смотрите ведро воды и я его прижала между двумя этими кормушками она очень хорошо держится то есть даже если куры выпьют всю воду здесь то вот курица станет на край и она не перевернется это ведро вот то что мне и нужно чтобы остатки которые останутся немножко воды чтобы они не пролились мне в помещении курятника все а вода у них будет не главное на сегодня и на завтра чтобы у них вода была не замерзшая а уже послезавтра будет плюс 5 потом плюс 8 будет то есть уже вода которая будет на улице она не замерзшая будет точно так же я оставляю ведро с водой и у курочек молодок точно так же между двумя кормушками вот так вот хорошо его зажала чтобы они его не перевернули когда выпьют видите как выбрали все семечки семечки все пособирали осталась одна кукуруза с пшеницей все вот так немножко еще побаивается но привыкнут ничего страшного главное что их уже никто не бьет они себе спокойненько там сидят а завтра уже будут посмелее смотрите как важно для курочек кормовая ракушка я только пошла за кормушкой поставить уже сделали дырочку и кушают видите это кормовая ракушка так получилось что у меня не хватало кормушек для кормовой ракушки у курочек молодок и в них не не было кормовой ракушки я сейчас пошла освобождать кормушку меня освободилось там где цыплята сидели я забрала и сейчас им поставлю для кормовой ракушки только я пошла забрать кормушку вот так ничего от курочек не спрячешь а ну давайте быстро нам ракушку говори нам надо яйцо нести вкусное вот так вот видите добывает себе курочка сама ракушку все я ставлю кормушку все как будто тут и была красота и теперь можно насыпать ракушку это специальная кормовая ракушка можно брать любую у нас продается вот такая кормовая ракушка минеральная природная кальция кормовая добавка для курей и другие домашние птицы больше яиц больше мяса и экономия кормовая и первый петух на ракушку здрасте давай давай кстати петухам кормовую ракушку не желательно теряется оплот яйца перед инкубацией лучше кормовую ракушку не давать если петух будет кушать кормовую ракушку будет меньше оплот яйца кстати вам может кому-то пригодится ну и вот так вот смотрите курочки особенно которые не сушки которые сейчас активно несутся смотрите как они набросились на эту кормовую ракушку меня очень часто спрашивают куры не несутся что нужно сделать вот в первую очередь поставьте кормовую ракушку и включите курочкам свет не жалейте 24 часа в сутки досвечивайте если вы хотите яйцо только так можно его получить лампочка экономка лампочка экономка это очень экономно нагорают буквально копейки не жалейте и кормовая ракушка смотрите как курочка набросилась на эту кормовую ракушку и кстати курочки которые несутся вот сразу можно определить кто несется они сразу бегут кушать кормовую ракушку пополнять запас кальция для того чтобы это скорлупа яйца могла сформироваться нужен кальций и вот это твердое вещество которое находится в ракушке оно поможет нам сформировать яйцо у курочки ну и еще конечно же кормовая ракушка способствует хорошему усвоению зерносмеси в желудке она полностью усваивается и курочка хорошо себя чувствует вот так вот и теперь яиц у нас будет все больше и больше все будет прибавляться и прибавляться потому что у них теперь еще и будет ракушка ну и наконец-то у меня дошли руки я сделала вот вторую бункерную кормушку для сена и сейчас мне осталось его только заполнить сеном у старых курочек наполнила бункерную кормушку полную вот так натрамбовала все сено у них есть и и теперь иду заполнять кормушку у курочек молодых теперь у них тоже есть такая кормушка красивая тут уже некоторые пришли на ночлег некоторые ищут гнездо куда бы снестись а некоторые даже еще сидят хотят снестись смотрите раз сидит курочка тут по моему курочка зашла и сейчас здесь тоже будет яйцо да будет яйцо вкусное будет яйцо вкусное ну давай неси яйцо и мы еще с вами не собрали яйца сейчас насыпем бункерную кормушку сена и посмотрим что же там у нас с яйцами кушай кушай это курочка которая несет оливковые яйца вот она это помесь с амероуканом так ну а тут не знают еще куры что это такое за металлическая конструкция но сейчас мы ее наполним вот таким красивым сеном это сено сухая трава которую я сама заготавливаю на протяжении всего лета вот так и давайте будем заполнять ее сейчас они узнают что это такое вот такое зеленая красивая и через эти сеточки через вот эти дырочки они себе будут выскубывать сколько им надо и и какое им надо они сами знают мое дело затрамбовать чем побольше полная кормушка очень хорошая идея спасибо за зрителю кто мне подсказал вот такую хорошую идею сделать вот такую бункерную кормушку для сена а а а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Думаю, боже, что случилось с курицей. Смотрю, это Марс. Так, ладно, а мы идем за яйцами к молоткам курочкам. Ну, здесь мы яйца с вами уже видели. Но, возможно, что-то еще прибавилось. Показывайте, что у вас тут есть. Так, здесь мы собираем одно вот такое. Даже не знаю, даже не знаю, чье оно. Ломан Сэнди или просто мои курочки. Ну, и то, которое мы нашли под кормушкой, которое мы нашли, тоже забираем. Так, и здесь остается резиновое яйцо. Так, во втором гнезде одно тоже вот такое, приблизительно такое же самое. Вот, смотрите, они абсолютно одинаковые, два яйца. И по форме, и по характеру. Так. Все, в этом гнезде нету. Следующее гнездо одно яйцо. Практически у нас в каждом гнезде здесь по одному яйцу. Третье яйцо. Так. Нету. Здесь у нас лежит резиновое яйцо, смотрите. Так. И больше яиц тут вроде бы нету. Значит, в нижних гнездах у нас было по одному яйцу в трех гнездах. Это три яйца. Самое урожайное гнездо, это у нас вот это. Верхнее гнездо. Здесь самое больше яиц. Здесь сразу четыре. И вот это резиновое я опять оставляю, чтобы курочка приучилась сюда нести яйца. Все, вот такой вот урожай у нас и старых, и молодых курочек. Хочу вам показать яйца при дневном свете. Вот специально я вышла, чтобы показать вам расцветочку. Смотрите, какие они все разные-разные. Вот такие красивые. Всех оттенков розового. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...